На этом уроке мы поговорим о теме «Аль-Асмал-Мабнияту» и «Му'рабату» «Имена с неизменяемым кончанием». Также мы поговорим об именах с изменяемым кончанием, склоняемых именах. Как известно, части речи «Аксаму-ль-Калимати» в арабском языке «Эт-Саляттин-Три» это «Исмун» – имя, феален глагол и харф – частица или предлог. Также общеизвестно, что любое харф – это слово с неизменяемым кончанием, калиматом-мабниятом, как, например, «Аль-Ба», «Бисмиллах», «Мин», «Миналь-Джиннати» «Ван-Нас», «Инна», «Инна Аллаха», «Самиюн Алим», «Ла-Ита», например, «Ла-Ита-Шабаба», «Яуды», «Яуман», «Ла», «Ла-Ба-С», «Ла-Тафал», «Ла-Нафал», «Ла-Милед», «Ва-Лам-Юлад», «Ла-Мал-Амри», «Ль-Юн-Фикаду», «Са-Атин», например, «Частицы харф», то есть «Ла-Мал-Амри» – это у нас частицы или харф, указывающие на повеление, на приказ. Или же «Кад», например, «Сауфа», «Кадафлях Аль-Му'минон», «Сауфа», «Нуслих Нара» и так далее. Все это слова с неизменяемым окончанием, «Калиматун», «Мабниатун». Что касается глагола «Аль-Фи'ль», то из трех его видов «Аль-Мады» – глагол «Прощающего времени», «Аль-Мудари» – глагол «Настоящего будущего времени» и «Амар-Фи'ль-Амар» – глагол «Повеление приказа», «Повелительное наклонение». Так вот, из трех этих видов окончание изменяется только у глагола «Настоящего будущего времени» «Аль-Фи'ль-Мудари» и то, если на конце не присоединяется «Нун-Нисвати» вместо менее множественного числа женского рода, например, «Яктубна» и «Тактубна». А также, если не присоединяется «Нун-Тавкидин» – «Нун-Усиление», например, «ЛАЮС-ДЖАНАННА УЛАЯКУНАН МИНАССАГИЛИН» То есть тяжелый, удвоенный «Нун», «Ан-НУН-С-ТАКИЛАТУ», как «ЛАЮС-ДЖАНАННА», или «Лёгкий», то есть суккунированный «Нун-ЛХАФИФАТУ» «ЛАЯКУНАН АССАГИНАТУ». В этих двух случаях глагол «Аль-Мудари» будет «МАБНИ», с неизменяемым окончанием. В остальных случаях он будет «МОРБ», то есть с изменяемым окончанием, как, например, «Актубу» в состоянии «РОФ» в изъявителем наклонения, «ЛАН-Актуба» в состоянии «Насп» в сослагательном наклонения и «ЛАМ-Актубу» в усыченном состоянии в усыченном наклонении «ЛАМ-Актубу». «Актубу» я пишу или буду писать, «ЛАН-Актубу» я не буду писать, «ЛАМ-Актубу» я не писал. «ТАКТУБИНА», «ЛАН-ТАКТУБИ» и «ЛАМ-ТАКТУБИС» в состоянии «Наспа» и «ДЖАЗМА». А что касается остальных двух видов глагола, «Аль-Мады» — глагол прощающего времени и «Аль-Амр» — глагол повеления приказа, «ТАКИЛАХМА» — «МАБНИЯНИ ДАИМА». Оба они всегда с неизменяемым окончанием. Например, «КАТАБА» — «Постоянно фатра на конце», «КАТАБУС» — «ДОМА» на конце и «КАТАБАТУ» — «СУКУНОМ» на конце. То же самое мы видим и в глаголе «АЛ-АМР». «УКТУБ» — например, «СУКУНОМ» на конце, «УДУУ» — «СУДАЛЕНИЕМ ВАУ», «ИРМИ» — «СУДАЛЕНИЕМ Я» и «ИСА» — «СУДАЛЕНИЕМ АЛИФА». То есть, «СУДАЛЕНИЕМ СЛАБЫ БУКУ» на конце, «БУКУ ВАУ», «Я» или «АЛИФ». «УКТУБА», «УКТУБУ», «УКТУБИ» — «СУДАЛЕНИЕМ НУНА» на конце. Что касается последнего, третьего вида, то есть имени «ИСАМ», то в подавляющем большинстве имя — это слова с изменяемым окончанием. «АЛ-АСМАУ ФИ АГЛАБИХА КАЛИМАТУ НУАРБАТУ» за исключением некоторых видов имен. «МА АДА БААДАЛЬ АНВАА МИНЛ АСМА» за исключением некоторых видов имен. К виду исключения относятся, например, все местемены без исключения. «АЛ-ДАМАЮ РУКУЛЛАГА АСМАУН МАБНИЯТУН» например, «ХУВА ОН», «АНТА», «ТЫ», «АНАЯ», «ИЯКА» «Тебя», «Тебя», «На», «МЫЙ» или «Нас» и так далее. То же самое «НУН». А также указательные местемены — это тоже слова с неизменяемым окончанием. «АСМАУЛ ИЩАР», например, «ХАДА», «ЭТА», 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 «ХАДИХИ», «ЭТА», «ЭТА», «ХАУЛАЙ», «ЭТА». Основой «ХАУЛАЙ» у нас основой была «УЛАЙ», «ЗАКАТАМТИЛЬКА», «ХУНА», «САМА» и так далее. За исключением указательных местеменей двойственного числа, по мнению некоторых. Например, «ХАДАНИ» в именительном падеже «ХАЛАТАР РОФ» в состоянии «РОФ» и «ХАДАЙНИ» в состоянии «Насб» и «ДжАР» в именительном и родительном падеже. Также к видам имен с неизменяемым окончанием относятся «Минальмаблийати» относятся относительные имена, то есть «АСМАУН МАУСУЛАТИН», как, например, «АЛЛЯЗИ», «ТОТ КОТОРА», «ЛЯТИ», «ТА КОТОРА» и так далее. «АЛЛЯЗИНА», «АЛЛЯТИ», «МАН», «МА». За исключением тоже двойственного числа, имен двойственного числа. Например, «АЛЛЯЗАНИ» в положении «РОФ» в именительном и родительном падеже. Также к ним относятся, к именам с неизменяемым окончанием относятся «АСМАУЛИ СТИФАМИ», вопросительные имена, например, «АЙНА», «ГДЕ», «МАТА», «КГДА», «МА», «ШТО», «МАН», «КТО», «КОМ», «СКОЛЬКО» и так далее. За исключением одного имени, имени «АЙН». Это имя «МУАРАБ» с изменяемым окончанием. Например, мы уже приводили пример для этого имени, разбирая слова Суры «АЛНАБА». Также некоторые имена, обозначающие обстоятельства. Например, «АМСИ» вчера, «АЛАН» сейчас, «КОТО», «Никогда», то есть для прошедшего времени. Это тоже слова с неизменяемым окончанием. Есть еще некоторые другие виды, несклоняемых имен, имен с неизменяемым окончанием, но мы ограничимся приведенными, так как не ставим перед собой цель охватить все эти виды, а только привести примеры некоторых видов. Значит, «АЛАСМА» и «МУАРАБАТУ», а имен с изменяемым окончанием, абсолютное большинство, «ХИЛ АКТАР», а имен с неизменяемым окончанием, «АЛАСМА» и «МАГНИТУ», при сравнении с ними, их немного, «АКЛЛУ». Поэтому книга Панахова приводит такое выражение, «АЛАСЛАФ» и «АСМАЙ» в основе именах является «АЛАИРАБА», изменяемость их окончания, то есть, что таких имен большинство. ВАЛЛАХУ АЛАМ. Продолжим, Миша Аллах, на следующем уроке.